Всем доброго дня, уважаемые друзья, коллеги, единомышленники, зрители канала. Ведем разговор про новые понятия цифровых валют, стран Брикс, Брикс-Бридж, OBDC и так далее, и так далее. Сейчас будем расшифровывать и сравнивать с цифровым рублем. Вот, соответственно, я обещал дать видео табличку в сравнении с цифровым рублем. По сути, ну сперва определение, наверное, CBDC или Central Bank Digital Currency, цифровая валюта, выпущенная Центральным банком страны. В этом плане цифровой рубль принципиально ничем не отличается от CBDC. Вот они критерии сравнения, вот она. Нюансики в чем? Технологические непонятки пока. По цифровому рублю непонятно, используемые технологии, будет ли использоваться блокчейн, централизованные базы данных, что это вообще такое цифровой рубль, монеты или счет, там и так далее, и так далее. В основном это полный, точнее, цифровой рубль, один из вариантов вот этого самого CBDC, цифровой валюты, имитированной, выпущенной Центральным банком страны. Соответственно, они имеют много общего. Цели, соответственно, CBDC цифрового рубля, использование в платежах, в переводах, в государственных услугах, возможно интеграция с другими финансовой системами, но фактически это замена наличного денежного обращения в перспективе в целом. Вот, CBDC представляет собой цифровую форму национальной валюты, может использоваться для различных финансовых операций, платежей, перевода, расчеты, да. Я, соответственно, сейчас комментирую материалы сайта, которые выложены, да. Точнее, комментируя материалы, выложенные на нашем сайте, можно ознакомиться по ссылочке под видео, например, да. Вот, соответственно, идея вот этого самого CBDC цифровых валют, имитированных Центральными банками стран, она где-то активно начала в 2010-х годах. В 2014 году Народный банк Китая начал исследовать возможность. Через 6 лет он уже один из первых стран, которые активно тестируют в своих реальных условиях в нескольких секторах экономики, да. Так, соответственно, тут важнее, наверное, не отношение к цифровому рублю и так далее, и так далее. Как вообще, какое отношение вот это CBDC имеет к валюте БРИКС, да. БРИКС собирается использовать один из вариантов CBDC, да, то есть в результате тестирования, да. Возможно, это будет имитировано Центральным банком БРИКС, возможно, это будет цифровая валюта, имитированная Центральным банком одной страны, и остальные согласятся, например, на ее использование. Это вот пока вопрос, честно говоря, да. Вот, но самые главные критерии, самые главные ключевые моменты любой CBDC, да, Центральный банк, он находится в центре транзакций, потому что Центральные банки будут напрямую обрабатывать транзакции между собой, и это уменьшит зависимость от коммерческих банков, и в том числе от международной системы корреспондентских счетов, где доминирует доллар США, да. Вот, поскольку по Бреттенгудской системе, где доллары являются основной резервной валютой, да, США могут оказывать давление на другие страны, отключая их от доступа к долларовым транзакциям, да, вот, и от свифта, и все такое прочее. А вот если Центральные банки будут проводить операции напрямую, то это существенно снижает возможность одной из стран влиять на финансовые потоки других стран. То есть Центральные банки и стран БРИКС корреспондируют между собой, а банки этих стран, национальные банки, корреспондируют с внешним миром через Центральный банк страны, вот такая вот двухуровневая, вот эта самая сетевая паутина банковских структур, да. Соответственно, часть сетевых эффектов будет обойдена, позволит обойти часть сетевых эффектов, да, потому что традиционно 7 корреспондентских счетов банки должны корреспондировать друг с другом, да. Если они не корреспондируют друг с другом, это усложняет взаимоотношения между банками разных стран, да. Вот опять же это влияет на политику, к примеру, да. То есть одна из стран может запретить банкам своей страны корреспондировать, например. Вот, а соответственно, использование цифровых валют может упростить этот процесс, позволяя банкам работать через свои центральные банки. Это должно ускорить, удешеветь транзакции. Посмотрим. Мы тоже думали с переводом, с введением безналичного обращения, что нам будет дешевле, да. А сейчас на текущий момент из-за вот этой самой банковской кабалы и банковской монополии на проведение расчетов, да, и запрет, что называется, хранить выручку в челках и в кошельках, да. Вот. Мы сталкиваемся с тем, что банки на нас очень хорошо зарабатывают, беря, теперь даже где-то теряется логика, почему именно за эту операцию берется комиссия, да. То есть, если раньше еще это находилось какое-то логичное объяснение, например, да, то есть, скажем, пересчет налички, прием налички требует кассира, каких-то кассовых аппаратов, отдельного кассового разделения, инкассации и так далее. А сейчас совершаешь безналичные платежи с карты, допустим, да, покупатель с карты оплачивает через терминал, и за этот эквариум все равно требуется такая куча денег, которое банки берут, не стесняясь комиссию за эквариум, да, причем в размерах гораздо больших, чем раньше брали за прием наличных платежей содержания кассовых узлов, кассовых аппаратов с ножками кассации, то есть, ну, там образец полный. Вот, поэтому посмотрим, действительно ли, действительно ли ускорит, ну, ладно, допустим, ускорит, удешевит ли эта транзакция для нас, как для потребителей, да. Вот, понятно, что сейчас CBDC национальный только тестируется, у тех банков, центральных банков тех стран, которые, соответственно, необходимы экспериментировать и тестировать, и имитировать у себя эту самую валюту. Вот, цифровую национальную валюту, да, и после уже завершения тестирования, соответственно, будут понятны технологические аспекты этой самой, и какие-то хотя бы параметры новой цифровой валюты стран BRICS, да, вот, потому что я думаю, что сейчас много еще не раскрывается. Зачем давать сразу козыри нашим недругам, да. Вот, если вкратце, то по цифровым валютам вот так, и связь вот эта CBDC с цифровым рублем и с планами BRICS. Успехов вам! С вами был консультант решения Верный Рыб Сергей Маслевич.